Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, по традиции я приветствую так всех своих зрителей, и мужчин, и женщин. И этот стритстайл безусловно 100% мужской, но могу сказать, что все эти вещи, о которых пойдет речь, их может взять себе на заметку также и женщина-модница. Итак, сегодняшний стритстайл мужской мне бы хотелось начать с образа, с двух, точнее, стритстайлеров, которые безусловно молоды. Просто потому, что они в полной мере подтверждают то, о чем я сказала в прошлом видео, и то, о чем я буду говорить очень и очень часто. Итальянцы тяготеют к классическому стилю, либо к очень умелому сочетанию классики и каких-то спортивных элементов. В этом видео речь пойдет также о деталях, на которые стоит обратить внимание. Пожалуйста, платок на грудный карман, в особенности, если вы имеете мягкий пиджак, либо пальто-пиджак, такие варианты, как на данном сеньоре. Платок – это легкий и доступный аксессуар, способный действительно поднять ваш даже спортивный лук на другой уровень. Имейте в виду, что пиджаки, в особенности мягкие пиджаки, прекрасно сочетаются с самыми обычными спортивными брюками. Показываю вам витрину, и здесь хочу обратить ваше внимание на прекрасную комбинацию цветов, конечно же, также на платок в кармане. Имейте, пожалуйста, в виду, что сочетая в общем количестве не более трех цветов в вашей компоновке, в вашем аутфите, вы сможете прекрасно комбинировать даже очень-очень сложные принты. Итальянцы-мужчины очень любят пиджак. В фаворитах, безусловно, двубордный пиджак. Но имейте в виду, что он не всем идет, потому что двубордный пиджак, очевидно, полнит. Но итальянцы совершенно точно предпочитают пиджак сочетать со спортивным низом, чем наоборот, допустим, достаточно классические брюки с более спортивным верхом. Например, это может быть знаменитое худи. Да, пиджаку итальянцы совершенно точно отдают предпочтение. На второе место я бы поставила, как характеристику итальянского мужского стиля, это, безусловно, белая рубашка. Белые брюки также фаворитов у итальянских мужчин. Обратите внимание, пожалуйста, на обувь вот такого цвета. Я называю этот цвет жженой карамели. Это вот такой светло-рыжий-коричневый, который прекрасно сочетается с темно-синими цветами, прекрасно сочетается с синими оттенками ваших брюк. Сегодня, кстати, о брюках тоже пойдет речь. Забегая вперед, скажу, что допустимая узость брюк внизу, внимание, 16 сантиметров. Я это слышала от итальянского портного. И, пожалуйста, имейте в виду, что итальянские мужчины очень часто, покупая брюки, их ушивают. Вот это нормальная практика. Ушить брюки здесь, в Италии, заузить их стоит примерно 12 евро. Также, если говорить о деталях, обратите внимание на жилетку. Итальянские мужчины очень любят жилетки. На витринах они очень часто встречаются. И особой популярностью пользуются так называемые мягкие трикотажные жилетки. Да, они сделаны из самого обычного трикотажа, также на пуговицах. Смотрятся потрясающе, подо все подходят. Я очень люблю, когда мужчина одет анонимно. Я против лейблов, тем более на мужчине. И вот такие кроссовки, это, кстати, мужские кроссовки, хотя по узости брюк не всегда можно угадать. Я совершенно точно не приемлю, не рекомендую, что называется, инвестировать и вкладывать. Лучше потратитесь на еще одну белую рубашку. Рубашка должна быть всегда белая. Рубашка должна иметь незаношенный воротник и незаношенные манжеты. На мой взгляд, лучшая инвестиция мужского гардероба, это как раз-таки белая рубашка, либо белая футболка. Теперь мне бы хотелось обратить ваше внимание на так называемое мое собственное правило контрастности. Все очень просто. Если вы имеете светлый верх, то вам необходим темный низ, как было в детском саду. И наоборот, если вы имеете светлый низ, вам необходим темный верх. Сразу хочу сказать, что светлый низ и темный верх заведомо смотрятся более выигрышно. Кстати, сочетание деним плюс деним, забытое многими что модниками, что модницами, очень и очень выигрышно. Музыка Музыка Вот, пожалуйста, наглядно. Это снова правило контраста. У нас светлый верх и темный низ в обоих, кстати, вариантах. А здесь наоборот, у нас темный верх и светлый низ. Это выглядит очень-очень классно, выигрышно, заранее выигрышно. И еще одна деталь, на которую я советую обратить внимание в любом возрасте, модникам любого возраста, это классическая рубашка, либо рубашка фантазийная под худи. Это смотрится очень хорошо. Вообще классика плюс пот сочетаются прекрасно. Я уже говорила о любви итальянцев к классическому пальто. Внимание, двубортное пальто, так же, как и двубортный пиджак, пользуется больше популярностью. Но и однобортное пальто, так же, как и однобортный пиджак, тоже прекрасно смотрится. Могу сказать, что итальянцы все-таки предпочитают все оттенки бежевого. И, действительно, это смотрится очень хорошо, так же, в силу правила контрастности. Бежевое пальто вообще будет очень хорошо смотреться с белыми брюками по весне и по теплой осени. И бежевое пальто будет очень хорошо смотреться с черными брюками, либо любая гамма темных цветов с бежевым пальто сочетаются очень-очень хорошо. Уже говорила в прошлом видео, что итальянцы очень любят шляпы. В этом стритстайле тоже будет несколько шляп. Обращала ваше внимание уже вот на такой цвет обуви. Он на самом деле совсем прекрасно сочетается. И так же говорила, что итальянцы-мужчины, так же, как и итальянки-модницы, очень и очень любят белые брюки. Ну, либо светло-светло-бежевые, прямо-таки уходящие практически в белые молочные брюки. Пользуются популярностью прежде всего, потому что они хорошо сочетаются. Это, кстати, снова пример компоновки по правилу контрастности. Светлый низ и темный верх. Светлый низ и темный верх. Пользуются в белом калорийском 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 калорий спорт сочетаются прекрасно единственное что пожалуйста сочетайте только одну вещь допустим спортивную со всей остальной классикой либо наоборот все спортивное и только что-то классическое например полностью спортивный аутфит плюс шляпа сделают вас 30 лет здесь кстати компоновка верхней одежды на верхнюю одежду здесь мы имеем либо тонкий пуховик либо тонку тонкую жилетку который обычно используется виде верхней самостоятельной одежды здесь же мы имеем подобный ансамбль который позволяет нам иметь жилетку либо тонкий пуховик плюс пиджак и плюс пальто это женская сумка но ее носят мужчины кстати в италии очень часто мужчины ходят с сумками очень большое количество сумок выпускается прямо-таки формате унисекс белые брюки яркий шарф и платок в нагрудном кармане это конечно же итальянский стиль признак итальянского стиля сто процентов пожалуйста имейте ввиду что шарф лучше носить не заматывая тем более если шарф служит вам только аксессуаром и вам не холодно посмотрите очень часто итальянцы носят шарф либо полностью распущенным потому что этот цветовой акт и акцент либо поверх пиджака просто потому что это красиво это повторюсь всего лишь аксессуар пожалуйста это пример сочетания стопроцентной классики плюс спортивного элемента спортивной обуви в данном случае и следующая витрина это также пример сочетания классики спортивного элемента я вообще когда приехала в италию очень удивлялась и мне прямо-таки не нравилось когда куртка вот подобная парка либо пуховик был надет поверх самого обычного классического дресс-кодового костюма мужского я не понимала как это может носиться вместе теперь мне это очень нравится обратите внимание на соседний манекен там мы имеем классический пиджак плюс худи ну и напоследок немного спортивных спортивных компоновок мне очень нравится когда вот такая многослойность белая футболка либо худи плюс рубашка такие рубашки многие помнят из 90-х они наверное из флиса они очень плотные очень теплые плюс пуховик все это желательно оставлять расстегнутым и помните что если вот к такому спортивному луку спортивной компоновки вы добавите что-то классическое даже классические брюки со стрелками либо классическую обувь плюс знаменитые треники единственное что колени не должны быть вытянутыми вы будете смотреться тоже очень-очень современно очень классно на мой взгляд очень пастрит сталерски ну что ж дорогие зрители мужчины мне очень блесно и приятно что вы посмотрели это видео дорогие мои зрительницы кто возможно посоветовал своим мужчинам это видео посмотреть большое вам спасибо прощаюсь с вами на этом увидимся в ближайшее время конечно же на стритстайле обязательно скоро весна скоро будет всего очень много красивого и интересного ну и вообще на моем канале это была яна скворцова всем пока пока